Лариса, добрый день. Здравствуйте, Танечка. Я ужасно рада, что вы приехали в Израиль, и у меня есть такая возможность с вами поговорить. Я хочу начать с того, что я когда про вас читала, оказалось, что у нас альма-матер с вами одна и та же, Лгитмик. Расскажите про годы ваши в Питере. Знаете, с возрастом как-то меняется отношение. Раньше мне казалось, поступи я в театральный институт, и счастливее меня не будет на свете. Но как-то счастливых дней было мало, когда я училась. Потом я думала, вот буду я работать или в театре, или в кино, меня позовут на какую-то там роль, я буду самая счастливая. У меня была такая первая роль, о которой многие даже и не мечтают. И тоже как-то особо счастливых дней много не было. Потом я думала, вот я это сделала. Мне всегда казалось, что вот то счастье, о котором я мечтаю, та радость, которую я хотела бы испытать, она должна быть по яркости именно такой, а не такой, какой я получала. Поэтому сказать, что я прямо во времена обучения купалась... Ну что, денег не было, жить было негде. Потом сейчас есть такая культура аренды, ну как бы квартиры или комнаты. Да, тогда этого не было. Тогда этого не было, поэтому моя мама, может быть, бы и как бы и поднакопила бы, чтобы мне что-то снять. И чтобы ребёнок её учился нормально. Но тогда этого не было, поэтому если ты что-то снимал, то пьяный хозяин к тебе мог ввалиться ночью, тебя с чемоданом выбросить на улице. Общежитие... Вот прямо сказать, о боже, как я была счастлива, вот как-то нет. Ну, тем не менее, вот я очень хорошо помню это время питерское. Это Сайгон. Сайгон, да. Это вот те самые отдушины были. Да, это Курёхин, это Цой. Это какая-то... Цой нет, 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 Цой это совсем другое. Цой это с Максимом Пашковым, с моим однокурсником у себя в квартире в Богатой, они репетировали. И какое-то такое вот было время, 80-е, вот время предперестроечное какое-то такое было. Да, отдушина такая была. Это правда. И я помню, что вот и молодёжь того времени были какими-то такими вот... Вот у нас был такой бунтарский дух. Тань, мы же с вами стареем, сейчас будем говорить, какие мы были и какая сейчас молодёжь. Ну да, ну мы тоже же были... Ну питерская молодёжь была такая, да. Да, послушайте, ну давайте так, Танечка, начнём с того, что нас вот таких тоже было процента 3 на всё население молодых людей. Мы тоже были особенные, правда, которым что-то чесалось, не терпелось, любопытных, которых сейчас разбросало по всему миру. Да, не с таких вот неспокойных. Но вот это вот ощущение на зло, вот это ощущение бунтарства... Вот даже не на зло, я бы сказала. Всю какую-то истину мы искали, вот так кажется, да? Да, нам казалось, что наши родители живут неправильно, вот мы знаем как. А как? А как вы сейчас со своими детьми? Я всё время говорю, я когда росла, и когда мне было 20 лет, я думала, я никогда не буду такой, как моя мама. Вот никогда. Вот настолько ненавижу всё, что с этим связано. Вот я имею в виду, зачем заправлять кровать, там что-то ещё. Думаю, я такой не буду занудой никогда. Потом мама всё время говорила, ешь это, здесь нет нитратов, ешь вот это, потому что это полезно. Ешь вот это, потому что здесь много витаминов. Мама говорит, ты маленькой однажды прибегаешь, и говоришь, мамочка, так хочу есть, дай мне только что-то без витаминов. Вот я думала, я буду есть исключительно то, что я хочу. Я буду ходить без шапки, я буду мыть головы, выходить на улицу. В общем, на зло маме отморожить себе уши. Я не буду такой, как она, занудой никогда. Тепло оденься, потом вот это без поцелуя. Умри, ну не дай поцелуя без любви. Береги честь с молоду. Думаю, вот эти все стереотипы, я буду такая продвинутая, меня это не будет касаться никогда. Я стала мама не в кубе, а в миллионной. Я зануда такая, что просто ужас. Я называется с курочки сама шкурку снимаю, и косточки, и детям все. Я такая стала моседка, домоседка. Я такая мамка, я такая просто вот, ну ужас. Без шапки нельзя, не кури. Ну, короче, я переплюнула всех. А сейчас я дочке своей говорю, дочь, этот опыт совершенно мне не пригодился. Кроме того, что у меня расшатана нервная система, здоровье, это не нужно. Вот это я тебе сама все расскажу, покажу. Ну, Игорь, вот мой муж говорит, что копия моя точная, поэтому... Дочка? Так вымылили же в Израиле. Конечно. 17 лет назад, ровно день в день, у стены плача. Игорь написал записку. Хочет дочку похожей на меня, это я вам клянусь, это совершенно, ну, просто не даст соврать. Дочку похожей на меня. Я говорю, вот ты накаркал. Родилась дочка, похожая на меня. Как приятно. Вот говорят, что стеночка работает, она таки работает, да. Ну, а с сыном у вас совершенно другие отношения, потому что... Я с сыном перегнула, к сожалению. Да, это моя беда прямо. Я перегнула. Ну, вот есть такие мамы, я просто отношусь тоже к ним, что вот сын, это там... Я для себя его называю, это главный мужчина в моей жизни. Ну, я переборщила, так нельзя. Да, я переборщила. Моя мама более мягкая, и с моим братом она такой не была. Ну, я просто наполовину ужас. У него в телефоне записано «зима». Ну, нельзя, вот это ты должен, ты мужчина, мужчина не плачет, ты должен это, ты должен то. Ну, перестаралась, нельзя, я прям пацану жизни не давала. Но он вас обожает? Ну, говорят, да. Ну, я видела. Я видела ваше интервью, я видела, пока все дома у вас. Я видела, как они вас любят, ваши дети. Ну, потому что я сумасшедшая мамаша. Да. Для меня это первично, вторично, третично, потом уже все остальное. Вы в Израиль приехали со спектаклем. Я хочу немножечко о спектакле поговорить, потому что для нас это долгожданное событие. Я так волнуюсь уже, послушайте, я уже боюсь, мне уже страшно выходить. Почему? Ну, потому что когда такой аванс, когда так любят, вот в самолете какое внимание, как вы меня встретили. Ну, это же, ну, не знаю, это вы мне такой аванс, аванс еще дали. Это завтра я и так трясусь каждый раз после спектакля, а это еще и комедия. Представляете, что мне ко мне будет выколбашивать? Ну, расскажите немножко. Ну, смотрите, это комедия. Это комедия легкая, пушистая, звенящая, с потрясающим моим партнером Сережей Векслером. Обожаю, прямо вот кружевно. Я, честно вам, сознаюсь, комедии не люблю. Вот мне бы все страдануть, пострадать. Вот я с большим удовольствием там играла «Пять вечеров» и все. Сейчас такое время люди устали, не хотят. Никакие не хотят не париться, как говорят мои дети, не сопереживать, не страдать. Людям тяжело. А я Сережке Векслеру все время за кулисами говорю. Я говорю, смотри, что это такое? Ну, как это возможно? Приезжает там, ну, не буду называть театр, солидный, привозит дядю Ваню. И спектакль отменяется, гамлет, спектакль отменяется. У нас все по верхам, все такое. Он говорит, люди хотят отдыхать. И вот у нас зал просто стонет и хохочет. Им нравится, понимаете? Я говорю, ну, это не мое. Вот я, например, ну, как-то, Игорь говорит, кто на флоте служил, тому в цирке не смешно. Ну, вот люди хотят. Комедия. Легкая, недлинная, незанудная, без нравоучений, как надо, как не надо. Вот просто шампанское. И это соответствует названию, да? Клара, деньги и любовь. Клара, деньги и любовь. Я Клара. Весь вечер на манеже называется, да. Вы этот спектакль вообще играете по всему миру? Да, у нас были прекрасные гастроли. Два года. А еще в театре, что у вас еще в театре? Вот, слушайте, я играла «Пять вечеров» с большим удовольствием. Потом прекратила, не буду сейчас говорить. Пришла лисичка в огород, называется, в домик, и все разрушила в домике. Новый актер пришел и все разрушила. Вот нельзя, антреприза предполагает удовольствие, ты летишь вместе, живешь, потом ешь, общаешься. И если тебе не в удовольствие, а в тягость, тогда оно это надо кому? Поэтому, а сейчас у нас команда просто в засос. Все друг друга любят, нам просто хорошо. Еще у меня есть параллельно один спектакль, его я играю редко, там много составов. Его играю редко, но тоже комедия. Там я играю слепую, сумасшедшую, влюбленную женщину. Как называется, если что, мы пойдем посмотрим? Называется «Привычка жениться». Тоже очень хорошие партнеры. Ну, в общем, как-то меня вот задействует комедия. Я как-то читала о вас, очень много читала про то, что вообще очень скупо все, практически одно и то же. Вот в гугл зайдешь, прогуглишь, не очень. Да, я, в общем-то, не любитель давать интервью. И меня сегодня обманули. Нет, они сказали, что это будет печатное. Вот как-то не люблю. Я стесняюсь, мне стыдно. Потом я себя ругаю. Ну, как-то меня несет, и я потом думаю, зачем я это? Ну, что я за дура? Мне кажется, что вот все равно это некая доля у вас вашей самоиронии, несерьезности, как бы отношения к себе. И от этого якобы у меня комплекс. На самом деле вы уже достаточно уверенная к себе женщина или нет? Нет. Нет? Ну, нет, но я же заглядываю в паспорт третьей страницы, где мой возраст. Я же смотрю на себя в зеркало, я же встаю на весы. Поэтому, ну, как без комплексов? Я должна быть совершенно без крыши. Этого как-нибудь учите сейчас? Нет, ну, правда. Тань, ну, ладно. Я все с завтрашнего дня худею, молодею, там, что-то не курю. Расскажите про свою маму. Мамочка у меня святая. Объективно, не потому, что она моя мама. Знаете, не было человека, которым я увидел хотя бы раз в жизни. Маникюрша, педикюрша, врач, продавец в аптеке или что-то. А как мама? Привет ей передайте. Как мама, объективно. Такое ощущение, что меня рожала не эта мама, не моя. Мы с ней абсолютно разные. Она такая терпимая, такая терпеливая. Она такая добрая, она жертвенница. Игорь ее обожает просто, мой муж, он ее обожает. Но он ее, по-моему, по имени называет, да? Да, Альбина. Мама очень мягкий человек, она очень добрая. Она ко всем, я нет, у меня, я резкая, прямо резкая. У меня все на лице написано, если нравится, значит, залюблю до смерти. Если не нравится, я не могу, ну, я нетолерантная, понимаете? Ну, вы неудобный человек для многих. Да, да, да. И я вроде пытаюсь, но при этом у меня все равно глаза злые, когда я изображаю, что мне все нравится. Что плохо, мама другая. Вот мамочка она, конечно. Опять же, не потому, что она моя мама. Даже иногда раздражать, что она такая добрая. Я говорю, скажи, у тебя же есть свое мнение, мам. Тебе же не нравится она, нет ничего. Я всю жизнь думала, что моя мама любит шкурки, шейку и крылья. Вот эти вот укур, которые уже даже не крылья, а вот то, что отстригается. Я думала, что это она любит, правда. И я только сейчас поняла, что она, кажется, это не любит. Она так же, как и я, любит ножки и грудку. Она нам все с братом отдавала. Вот где-то прикорнет, где-то... А вы разве сейчас не такая? Ну, вы же сами сказали, что шкурочку снимаете и мяско-то в ротик кладете. Какая? Я такая, но если я что-то сделаю хорошее, должна знать вся Москва и Московская область. Если я что-то сделаю, типа вы видели, вот вы знаете, вот это вот я, мама тихая. Мама не такая. Если у меня что-то болит, это знает вся Москва. Если у меня что-то в жизни происходит, какая-то депрессия. Это знают все подруги, знают все, потому что я должна громко это всем. Прямо вот я страдаю. А мама в комнату зайдет, и я всегда только чувствовала, что валерьянкой пахнет. Что она, вот ей плохо. А я и детям говорю, что это я работаю. Вы что, не видите? Я работаю. Я устала. И Георгий даже меня обижает. Он говорит, что ты все время, мама, вот все вокруг тебя, все это видят. Я говорю, ну ты это понимаешь? Он говорит, ну я понимаю, ну мам, ну вот. И я никакой критики со стороны детей не терплю. Нет? Нет, вообще нет. Мне нравится, пошел вон там, выходи. Нет, у моего брата, у моего сына это просто выводят. Он говорит, я говорю, почему ты меня все время критикуешь? Что это такое? Я мама. Он говорит, и что? Вот дети говорят, раз ты мама, значит, тебе все можно, значит, ты самая лучшая. Я говорю, да, конечно, да. Я, да, я самая лучшая. Я жертвенец, я самая ма-ма-ма-ма. А мама нет, а мама вот. Нет-нет-нет, доченька, ну а лишь бы вам. Вот вы говорите, что вся Москва знает, да, если что-то. А как вы вообще относитесь к сплетням? Я уверена, что вокруг вас, вот, ну, начиная с первой вашей звездной роли. Ну, что интересно, да, вот, то есть я подозреваю, конечно, что есть, но у меня, во-первых, в Твиттере, я хочу сказать, меня в сетях, кроме Инстаграм, Лара Гузя, нет нигде, это все фейки. Меня нет нигде. За меня кто-то там все это. У меня два с лишним миллиона в Твиттере подписчиков. Это я не имею к этому отношения. Вообще, это не я. То есть я как бы подозреваю, что сплетничают. Я подозреваю, что меня не любят, ненавидят. Ну, и так далее, и так далее. И каждый раз, когда я что-то слышу, я прямо все... Я говорю, правда? Прямо так говорят? А за что? А почему? А что я им делала? То есть я все равно очень болезнен эту информацию. Я говорю, как? Меня не любят? То есть для меня это новость каждый раз. Ну, если в молодости действительно это было сложно, потому что в институте как-то не очень люди полюбили вас больше за то, что вы сыграли у Рязанова. Сейчас все-таки Гузеева – это бренд, Гузеева – это имя, Гузеева – это просто ежедневная встреча на телеэкране. Поэтому сейчас, может быть, сплетни – это... Или все равно больно? Тань, боюсь, просто убивать. Но я хочу сказать честно, я в такой любви народной купаюсь. Я такой счастливый человек, потому что... Ну, это не соврать. Зачем людям это надо подходить и говорить мне добрые слова? Или писать мне, или там где-то... Ну, зачем им? У них у всех своя жизнь. Я в этой любви вот просто как в розовом зефире. Поэтому как колкости, конечно, которые я в свой адрес слышу, и все. Ну, во-первых, давайте признаемся. Ну, есть и доля правды в их, понимаете, но не всем нравится. Я же не могу объяснить, что это роль, что это имидж, что это было обговорено. Что если я буду такая Лариса прекрасная, то месяц бы, наверное, в максимум просуществовала бы программа. Ну, то есть я еще и наберу на себя этот огонь. А, в принципе, вот этот имидж с вами как-то оговаривался? Потому что я понимаю, что все участницы... Ну, во-первых, то, что я одета была как колхозница с этими колхозными прическами. Это называется «Ближе к народу». Грим, который мне совершенно не идет. Мне-то не идет. Вот эти бусы какие-то, украшения. Такая я прямо в цветномся, с кудрями, с губами. Ну, мне это не идет, это не мое. Но это надо. Поэтому я могу найти язык с любой женщиной, которая приедет. А вот сидела бы я такая вся, лясь-мася, вся такая в бренде, в скучном. Понимаете, чашечка кофе с сигареткой. Ну, и что? И какое доверие ко мне есть? Вот, это я к сплетням. Да. Ну, да, я переживаю. Я прямо вот хватаюсь за руки, кто-то сказал. А еще я, знаете, что ненавижу, когда мне говорят, слушай, вот тут про тебя сказали, только я не скажу, кто. Ага, да, да, это классно. Я говорю, ну, я тебя умоляю, во мне это умрет. Ну, знаешь, не могу. Это не моя, это не моя. Ну, я не могу тебе это сказать. Я говорю, значит, это ты придумала. Просто не можешь вслух сказать. Тогда это люди отрезвляют. А вы можете прямо в глаза человеку сказать, вот подлецу, что он подлец? Нет. Зачем? Это, во-первых, неинтеллигентно, это жлобство. Если человек меня не спрашивает об этом, если он живет себе своей подлячьей жизнью, я с ним никак не сталкиваюсь, то какое мое собачье дело? Нет, я вообще правдолюбцев не люблю. Мне кажется, это такая деревня. Вы знаете, а есть такой пласт. Это мне звонил мой участковый, когда я жила в Питере, и говорил, я посмотрел вчера фильм. Ну, что тебе сказать, плохо сыграла, это не твоя роль. Я вот думаю, кто ты такой есть? Я тебя что, спрашиваю об этом? Поэтому я нет. И я не люблю правду в свой адрес. Нет, только если я вас сейчас после эфира за руку не схвачу, не буду вам в глаза заглядывать, собачья говорить, Тань, ну как, ну как, я все хорошо делаю. Зачем? Ну, мы сами. А вы считаете, что надо? И тот, кто напарывается вот с этой своей правдой, и получает потом, ты мне хочешь сказать, так тебе и надо. Я абсолютно с вами согласна, но с другой стороны, тот имидж, который есть вот в «давай поженимся», там имидж правдолюбки, там имидж такой Ларисы, которая может все в глаза сказать. Послушайте, ну на 8 минут, вот у меня есть 8 минут для того, чтобы я раскрутила жениха и невесту, чтобы визави об этом человеку узнал как можно больше. Ну, послушайте, я же не могу говорить о погоде, о природе. Ну, вы согласитесь, ну, я должна, а человек раскрывать только в экстриме, когда я говорю, вам не идут такие брови. Что это? И потом дальше я уже его цепляю и задаю вопрос, а как с мамой, а что мама пила, а мама вот это? И человек пока думает о бровях, он мне расскажет. Но сценария как такового нет, да? Есть какой-то общий... Не могу я с этим ухом работать, когда я... Что? Хорошо, я поняла, не могу. Без уха и без суфлера. Но мне приносят сценарий, где написано, сколько абортов у Марии Ивановны, браков, дети, ну и так далее, и так далее. И я пока иду от гримерной до студии, я все в голове выстраиваю, за что зацепить раньше, позже, чем закончить и так далее. А потом, если учесть, что я за три дня пишу программы на месяц, нон-стоп. Вот так вот. И раньше, когда я приходила, и мамочка мне говорила, ну, дочь, ну кто сегодня был, ну кто интересный? А я слово маму не могу произвести, мне бы до кровати доползти просто. Сейчас уже все мои понимают это, они уже как бы меня жалеют. Вы прекрасно осознаете, какое вы влияние можете оказывать вообще на массы, вот как это вот, вот это вот чувство ответственности. Ну что, буду кокетничать, да. А по поводу резкости я ни разу не перешла на личность, я ни разу никого не оскорбила. То есть уровень известный скандальный ведущий, типа у вас ноги короткие, голова большая, это не мое вообще. То есть я могу только по делу то, что знаю из этой жизни, то, что может помешать партнеру, ну и так далее. А вот это вот я бы в такие никогда. Зачем? Чтобы мне в свою очередь сказали на себя посмотреть? Так что нет. Ну вот я помню, там были какие-то программы, в которых вы говорите, вот поверьте мне, поверьте моему опыту, вот у меня-то. То есть вы имеете в виду, что о вас люди знают, что вы как бы... Нет, я говорю, например, поверьте моему опыту, прежде чем привести мужчину в дом и сделать его отчимом, вашему ребенку, вы должны в этом человеке быть у него. Поверьте моему опыту. Потому что все истории, которые я рассказываю в своей программе, они со мной все случались, они были мною пережиты, ничей другой, понимаете? Если я там говорю, поверьте мне, значит, я дальше объясню. Я знаю, что вы вкалываете просто действительно вот там за три дня, за четыре дня записать на месяц программ, потом еще театр, потом есть семья, которая просто... Нет, она продолжает 24 часа в сутки. Да, она все время с вами. Я где-то читала, что вы говорите о том, что вы вкалываете, потому что вы хотите быть независимой, зарабатывать и от мужа получать только подарки. Но вот если бы вот, ну вот, вы бы стали материально независимой, вы бы прекратили работать в программе «Давай поженимся»? Если бы сколько? Вот так? Потому что... Нет, вот если вы мне сказали. Так, мир во всем мире, ну и некоторые пункты, о которых я оговариваюсь, очень много денег, все будут счастливы, здоровы, ты никогда не умрешь в жизни, что будет все хорошо, и ты уйдешь в программе. Да. Да? Потому что, ну вот говорят же там писателю, да, совет писателю, не можешь писать. Жить без авиации, да, знаете этот анекдот. Ну, говорит, Василий Петрович, вы всю жизнь работаете в аэропорту и в самолетах вот эти биотуалеты возите, вы уже на пенсии, вы можете без этого запаха, без, в общем-то, работы так себе. Почему вы не уходите на пенсию? Он говорит, ну не могу жить без авиации. Понимаете? Ну это и грубо немножко. Нет, если бы мне предложили альтернативу, то да, не верю я. Ну, во-первых, мне же, послушайте, не 24 года, чтобы мне прям сегодня заявить о себе там и так далее, но я бы нашла чем заняться. Но только за очень хорошие дивиденды. Я догадываюсь. За очень. Я догадываюсь. Но я к тому, что нашла бы чем заняться, то есть вот роль матери хорошей, хозяйки там. А спектакли бы остались? Вот. Вот про это я спрашивала. Вот я про это спрашивала. Или нет, или вообще бы все забрали. Вот можно ли вообще уйти из профессии, вот, которая действительно помогает нам жить и работать? Нет, знаете, нет, потому что, а, первое, дети бы перестали ко мне относиться так, как относятся. И я бы им на пальцах показывала, что нужно работать, учиться, какой быть хороший, не опаздывать, чтобы тебя уважали в коллективе. И при этом бы что? Я сидела бы дома, точила ногти? Нет, бессмысленно. Только своим, только своим примером. Тогда нет. А если бы оставили кино, немножко спектакли, немножко, то да. Любая самая лучшая мать, хозяйка, жена там и так далее, если она больше ничем в жизни не занимается, она не может быть интересной. Детям. И мужу тоже. Ну да, и мужу тоже. Тань, вы смотрите, сегодня, ну у меня же много состоятельных подружек, которые не работают. Но они не были артистками, у них там, ну, были другие профессии, они с удовольствием ушли в никуда. Проблемы с детьми. Проблемы с детьми, потому что дети уважают пап, которые вкалывают, и к маминому слову относятся никак. А по поводу того, что я дома, в семье, так я все успела. Я тут дочку научила готовить по телефону. У меня когда есть 30 минут перерыв, я говорю, так, идешь на кухню, включаешь микрофон, помыла руки, берешь такую-то кастрюлю с таким-то дном, режешь это. У меня есть фотография, и чтобы не соврать, она готовит прекрасно блюда, притом сложные и очень вкусные. Но я, говорю, на второй полке в холодильнике справа, клянусь вам, берешь вот это, щепоть там того-то, она очень хорошо готовит. Но я это делаю с работой. Я прихожу, она мне присылает фотографии, так что все можно успеть. Маленькая цитата из Ларисы Гузеевой. Слабость, это, наверное, мои дети. На них мне не жалко денег, на них мне не жалко жизни. Я уязвима ими бесконечно. Безусловно, они это знают, поэтому и крутят из меня веревки. И это все так. То есть вы все равно будете делать так, как они говорят, несмотря на то, что вы мне сейчас рассказываете, что вы мать такая, вот вы там это. Ну, когда в очередной раз я, наказав дочь там за что-то, забираю у нее телефон, а вечером я ей отдаю, Игорь смотрит на меня, говорит, ну что? Здрасте, Альбина Андреевна. Ну да, ну потому что, ну себя как-то сразу вспоминаю в этом возрасте. Потом комплекс вины, что не вижу, что росла пунктирно, что я уезжала. Да не просто комплекс, а волосы на себя рву. А с Георгием? Да, с Георгием особенности. Ой, я очень виновата перед этим мальчиком, очень, очень. Еще с Лёлькой, во-первых, у Лёльки потрясающий отец, который взял многое на себя. Он воспитал моих и мальчика, и девочку. Он столько сделал для семьи, понимаете, поэтому она всегда чувствовала, нет мамы, но есть папа, бабушка. А с Георгием? Георгий у меня в корзинке, Георгий у меня в номере, с кем попала в экспедиции, понимаете, или там на гастролях. Ой, ну я очень виновата. А потом я срывалась, я же приезжала, почему не спишь? Ну нет, даже не хочу, плакать буду. Вот, поэтому... Расскажите, я знаю, что у вас в семье есть такая традиция день семьи. Да. Расскажите. Ну, раньше мы ходили в ресторан, в субботу и никаких, мы все ходили в ресторан, много времени общались. Сейчас, когда мне могут поставить работу на субботу, на воскресенье, то это отпало. И дети обижаются, потому что если у меня один выходной, мне не то что красится, мне не хочется руку поднимать. И тогда мне говорят, вот ты целый день лежишь, пультом щелкаешь, а я по-другому не могу отойти. Мне нужно сменить картинку, и мне нужно как-то... Я говорю, давайте я дома. Но у Георгия девушка постоянная, поэтому я знаю, что они придут, и я уже дома накрываю столы. А день в семье это раз в неделю? Ну, бывает, да, и раз в неделю, и раз в две недели. То есть вы сами его назначаете? Ну, когда я дома, да, и тогда я раба. Прямо вот рабыня и любимое блюдо каждому, и сижу, и слушаю, и я язык себе прикусываю, не кури, шапку надень, вот без этого прямо стараюсь. Смотрю на Игоря, Игорь говорит, не нуди, Лара, занудила всех уже. Он говорит, ну возьми себя в руки, ну он взрослый парень. Ну не нуди, он говорит, ну тяжело, он говорит, ну это я тебя люблю, я к тебе привык. Он говорит, ну это просто редкая зануда, он говорит, ну невозможно так. А у вас же еще есть день папы, кроме дня семьи? Это каждый день. А, день папы у вас каждый день? То есть 365 дней в году? Да, папа раб, потом они хитрые дети, очень, очень. И старший уже научил младшую, как в 12 часов ночи поехать за тортиком. Это нужно подойти к папе, прилечь к нему, если он уже отдыхает. Начать с любви, папочка, ты самый лучший, какой ты хороший. На словах хороший папа уже приподнимается, кряхтя, он уже знает, надевает штаны, что нужно куда-то ехать. Что ты хочешь? Нет, ты, пап, не подумай, это не потому, что я хочу торт в 12 часов ночи. Я просто тебя люблю, папа. Да, да, машину включаем, разогреваем. Да, из папы веревки вьются по его собственной воле. Но папа при этом очень крутой бизнесмен. Да. Расскажите нашим зрителям, возможно, они этого не... Ну, папа президент рестораторов и отельеров России, и папа эксперт во всем, во всем, что связано с продуктами, с рестораном, ну и так далее, и так далее. Ну, папа лучший, папа умница, папа лекции читает. Я все время говорю, что если бы Игорь не был таким эрудитом, энциклопедические знания, я все время говорю, выиграй что-нибудь, иди в телевизор, иди туда. Да, ты же на все вопросы отвечаешь. Он умница большая. Как он разбирается во всем, сколько он читает. Нет вопроса, на которые бы он не ответил. И дети, естественно. Мам, ладно, все вот сейчас к папе. Папа знает все. Папа умница большая просто. Ну, это повезло. Вот вы говорите, что вы стесняетесь, вы не уверены, вы, у вас есть комплексы? Да. Мы не будем их называть, но вы про себя... Честно, ну вот честно, я каждый раз жду, когда меня разоблачат, что я в эту профессию попала случайно. Я вам клянусь, серьезно, что я не умная, что я плохо образована, я не знаю языков. Я не кокетничаю. Таня, вы же мне задаете вопросы? Правда, и моя семья об этом знает. И мне каждый раз скажут, что меня кто-то разоблачит и скажет. Да, ну потом я набрала вес, возраст, там, ну вот вообще все вот это. И это все комплексы? Да. Я переживаю прямо ужасно, думаю, господи, ну то есть застать меня в платье, без рукавов, там это, на пляже нигде, все время должны кто-то. Но потом еще же люди, хамы, все эти папарацци, которые уж с Игорем поехали осенью вообще в деревню и там нашли. Что, они не рожали, у них нет целлюлита, у них нет... Ну вот что, им по 18 лет, у них дельфини тела, ну и я была девушкой юной, сама не припомню когда. Понимаете, вот это вот меня, конечно, очень расстраивает. Вот. А вы верите в то, что вот все-таки что-то такое есть, что нас, ну как бы ведет по жизни? Вот привело нас туда, дало понюхать по носу и повело дальше, вот что вас ведут. У вас есть такое ощущение? Да, да, да. Какое ощущение, я в этом уверена. Абсолютно уверена, что тем более сейчас, когда я уже девочка взрослая, и я анализирую, ничего случайного в моей жизни нет. Все, что я должна была пережить, это для того-то. Почему я уехала? Послушайте, я могла работать в Оренбургской области учительницей, телефонисткой, ну не знаю, продавцом. Почему я там, где я там есть? Это все не я, это у меня вот так вот. И вот самое интересное, вот понимая это, что от меня ничего не зависит, я все равно детям стараюсь судьбу их вершить. Вот я прямо и понимаю головой, что я это делаю неправильно. Игорь мне говорит, Лара, мы с тобой договаривались, ну не надо, ну взрослый парень, ну что ты, Лёлька, она опять плачет. Я говорю, так я же для ее, я же для него, я же хочу, чтобы им, чтобы вот они. Он говорит, не надо, отстань от них уже, наконец-то. Еще одна цитата из Ларисы Гузеевой. Я в каждой передаче повторяю, мужчина как песок, если ты зажимаешь его в кулаке, он начинает высыпаться сквозь пальцы, а ты разожми ладонь, ни одна песчинка никуда не денется. Мама моя сказала, Игорь, хочешь с Лариской жить? Вот, вот так. Они жили, они родились, и вот я и мой брат, мы жили в любви и в абсолютном обожении, и по сегодняшний день мы абсолютно мамины дети. Зацелованы, забалованы, мы гении, мы самые лучшие, у нас нет недостатков. Мама ненавидит всех актрис, если не я эту роль играю. Мама ненавидит всех, кто меня не любит, кто на меня косо смотрит, кто меня осуждает. И любит всех, кто ей говорит, какая я прекрасная. Поэтому мама моей невестке так сказала. Она говорит, Люда, будешь его вот так, он у тебя выскользнет, найдет, где хорошо. Она говорит, я своих детей знаю, а не только про любовь в этой жизни. А что про любовь у вас? Вот какой-то, вот любовь это... Это, конечно, жертвенность. Ничего другого нет. Это только жертва. Вот можешь отдать почку человеку, руку, кровь свою, да. Можешь не спать, просить Бога, чтобы он наказал тебя, а не твоих, вот понимаете. Вот это тогда любовь, а все остальное это бла-бла-бла-бла-бла. Только это. Любовь жертва, конечно. Вот когда ты ради, вот разбегаешься, ну, образно говоря, разбиваешь себе голову, вот тогда ты можешь. Для того, чтобы вот то взросло, выросло, ну и так далее, выздоровело, нашло себя. Только это. А вы думали, что? А что это такое любовь? Абсолютно согласен. Это за ручку при Луне. Это потом, чтобы в номер и секс, понимаете. А вот то, о чем я сказала, временем своим, здоровьем, когда лучшее отдаешь. Вы счастлива? Я, да. Ну, а как? Я столько успела. У меня все рядом со мной, все, что я люблю. И я такой, есть столько сил, я столько здоровья на это, чтобы... Я сама создала свое счастье, свой дом, построила дом своей мечты. Мужа, детей, маму. Я об этом мечтала. Поэтому все, что есть на сегодняшний день, строим, правда, ходит мое счастье. Но они знают, что это тоже от любви, понимаете? От любви и все. Мне не все равно. Это была счастливая, любимая и любящая женщина, актриса, наша любимая, Лариса Гузеева. Спасибо вам. Желаю вам в Израиле прекрасных гастролях, и чтобы вы сюда приезжали к нам почаще. Танечка, я даже уверена, что так и будет. По-другому не может быть. Ну как? А как по-другому? Конечно, я приехала в любовь. Спасибо большое. Спасибо, дорогая. И вам тоже всего счастья. Спасибо.